Эти люди могут выглядеть сурово. Я не справился с своим гневом и человека убил. И задушил. Но в этих стенах любой может раскаяться содеянным. Я вас очень люблю. Я очень хочу вернуться. Подождите меня, пожалуйста. Нам удалось заглянуть внутрь российской тюрьмы, которая считается крупнейшей в Европе. Новые кресты. Сколько у вас прогулка в день? Час. Час? Да, бывает чуть-чуть. Побывали мы и в Старых Крестах. Одной из самых печально известных российских тюрем 20 века. За этими воротами находится небольшой подвал, где приводили в исполнение смертельные приговоры. Чем отличается жизнь в российской тюрьме сейчас и тогда? Ты чё, братуха? Как будем решать вопрос? Человек, сидевший в Крестах, поделился жуткими историями о жизни в российских тюрьмах в 90-е, когда преступность была на подъеме. Насиловали ребят, молодых, старые ворюги. Мы находимся в Санкт-Петербурге, неподалеку от пресловутых крестов. Более века они были крупнейшей тюрьмой в Европе. Здесь содержали в том числе известнейших и опаснейших преступников своего времени. У нас появилась возможность увидеть самые темные уголки этой тюрьмы, которые раньше были скрыты от глаз обывателей. Сейчас здесь можно спокойно снимать фильмы ужасов. Тюрьма не работает уже 4 года, но и сейчас при виде ее пустых камер и коридоров мурашки идут по коже. Хочу показать один из карцеров, которые широко использовались в таллиннское время, в 30-е и 40-е годы. Смотрите, насколько он тесный. Меньше обычной камеры раза в три. Даже обе руки нельзя вот так вытянуть. Холодным и бугристым стенам особо не прислонишься. Несколько минут здесь еще как-то можно вынести, но провести несколько дней или недель в такой камере, где ты фактически можешь только стоять или сидеть на краю небольшой металлической койки, потому что лежать днем запрещается. Вот это сущий ад. Кресты построили в конце 19 века. Тогда эта тюрьма считалась самым продвинутым учреждением такого рода, прежде всего из-за особой архитектуры. Крестообразная форма корпусов не только подарила тюрьме неофициальное название — кресты. Благодаря ней охранник мог легко наблюдать за всем, что происходит в каждом из лучей. Удобно, особенно если учесть, что камер видеонаблюдения тогда не было и в помине. Большую часть своей истории кресты были следственным изолятором. Хотя в советскую эпоху здесь также было крыло для лиц, осужденных за особо тяжкие преступления — изнасилование или убийство с отягчающими. Это, наверное, самая мрачная часть тюрьмы. Сюда приводили приговоренных к высшей мере наказания. За этими запертыми сейчас воротами находится небольшой подвал, где приводили в исполнение смертные приговоры. Общероссийскую известность тюрьма приобрела в 90-е. Распад СССР сопровождался тяжелым экономическим кризисом. Страну захлестнула волна криминала. Улицы стали ареной для разборок между бандами и братками. Станислав Борецкий говорит, что в 90-е он крутился в околокриминальных кругах. В 92-м году он провел в крестах 8 месяцев обвинением в рэкете. Предприниматель, у меня был долг, и я поехал разбираться с этим человеком. Поехал не один разбираться, у нас получилась стрелка, и мы были со стволами. Мы приехали, и нас тут же всех сцапали. Уровень преступности в те годы был настолько высок, что в крупнейшей тюрьме Европы довольно скоро не стало хватать места для всех заключенных. Опа, открываются двери, а там 40 рожь на меня смотрят. Я зашел, присел на край кушетки, на меня так эти ребята смотрят. У меня были сигареты. Я закурил сигарету, они у меня вытянули практически всю пачку. Мы дружно закурили и разговорились. Все, я понял, что я заехал нормально. Бывший начальник Ристоф вспоминает кошмарные сцены, с которыми приходилось сталкиваться на службе ежедневно в те годы. Вот на этих метрах квадратных практически доходило до 14 человек. Это правда, что кто-то спал даже внизу на... Да, а иначе не разместится. Люди спали в 200 метров. Из-за сходного финансирования в тюрьме не хватало элементарных вещей, вроде сидений для унитазов. Заключенным приходилось скручивать одеяло вместо сидушек. Я рос в России в 90-х и видел под телевизору кадры из-за переполненных крестов. Помню, с каким ужасом представлял себе, каково это. Войти вот в такую камеру, под взгляды закоренелых уголовников, покрытых татуировками, и слышать за спиной звук закрывающейся двери. Некоторые бывшие заключенные вспоминают, что больше всего боялись оказаться непринятыми, отвергнутыми сокамерниками. И подчас это было для них даже страшнее карцера или наказания со стороны охраны. Это ужасное место, которое поломало жизни очень многим людям. Вот все, кто выходил вот из этих дверей, они, в принципе, уже были искалечены психически. Ну, я видел такие, да, пару раз, да, насиловали ребят. Молодых, старые ворюги насилуют молодых ребят. В 1999 году тюрьму посетил будущий президент страны Владимир Путин. Его особенно потрясло, что тюремные стоматологи удаляли заключенным зубы без обезболивающих. Было принято решение полностью закрыть идиозную тюрьму и построить новую с нуля. Мы находимся в новом здании, которое заменило в Санкт-Петербурге старые кресты. Что примечательно, архитектуру сохранили. Главные блоки построены в форме креста. Только в этот раз их сделали гораздо, гораздо больше. Эта тюрьма получила неофициальное название «Кресты-2» и унаследовала титул крупнейшей в Европе. Новая тюрьма настолько большая, что внутри стоят траволаторы, как в больших аэропортах. Охранник в среднем проходит здесь до 20 километров за смену. Требования установлены законодательства Российской Федерации не менее 4 квадратных метров. В данном следственном изоляторе на каждого подследственного 7 квадратных метров. Камера, внимание! Мы входим в одну из камер, где содержатся заключенные. Когда заходит охрана, все арестанты должны выстроиться с руками за спиной. Камера номер один, содержится 4 человека, жалоб заявления имеем. В типичной камере здесь от двух до четырех кроватей, раковина, телевизор и небольшой холодильник. Но больше всего заключенные ценят не это. Самое главное удобство, что у нас санузел отдельный и можно закрыться дверью. Бывают такие условия, что такого нет. А здесь есть. Честно говоря, это место не выглядит совсем уж плохо. Его можно было бы принять за хостел или студенческое общежитие, если бы не оконные решетки и кровати, прикрученные к полу. Плюс просторное помещение, самое главное удобство. То есть, если, допустим, я по каким-то причинам пропустил прогулку, если я, допустим, был у адвоката или у следователя, я потом спокойно вот щеголяю по комнате, ну, по камере. Новая тюрьма смотрится лучше старой. Некоторые коридоры даже украшены к Новому году. Но и через Мишуру заметны камеры видеонаблюдения. Охрана круглыми сутками следит за всем происходящим в коридорах и камерах. Немного частного пространства есть у заключенного только когда он заходит в туалет. Но ненадолго. Посмотря, как у него. Ну, я больше 10 минут, я уже заостряю внимание. Звоню на видеонаблюдение и подхожу к камере через раздаточное, через глазок, чтобы не произошли никакие ситуации. Ситуации? Ну да, ну, всяком. Суицид? Да, 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 суицид. Мы же его не видим, но не на мониторе. На мониторе. Так они должны под поставленным наблюдением. Да. По словам администрации, еда в тюрьме тоже стала лучше. Мы заходим на огромную кухню, где каждый день готовится пища более чем для 4 тысяч заключенных. Сегодня на ужин минтай с картофельным пюре. Что если ты поел на ужин, но все равно есть чувство голода? Что тогда можно делать? Ну, на отряде можно перекусить бутербродами с чаем. К работе на кухне допускаются только осужденные за мелкие преступления и те, кто на хорошем счету. И все равно все ножи и острые предметы хранятся в металлическом сейфе. Каждый предмет выдается под роспись. Ну, все равно спрошу, были ли попытки у кого-то из заключенных украсть, взять нож? Я 5 лет работаю в учреждении, пока что таких попыток не было. Еще одно место, где есть колющие и режущие предметы – кабинет стоматолога. По словам администрации, здесь самое современное оборудование и квалифицированные кадры. Единственное отличие от обычной стоматологии – охранник, который всегда должен находиться рядом с пациентом. Полностью скрыться от глаз охраны заключенные могут, когда их навещают родные. В специальной комнате свиданий каждый арестант может пробыть с супругой или другим близким родственникам до трех суток. Добрый день, я Игорь Васильевич, начальник управления. Кстати, можете сразу пожаловаться, если что не так. Нет? Никакие же. Да, извините. Кажется, мы потревожили эту пару прямо во время свидания. Трое суток для личной встречи – это... Много или мало? Мало. Мало. Мало? Да, это незаметно. Конечно. Время быстро летит, и поэтому, конечно, хочется побольше. Глава управления ОФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти говорит, что все здесь делается для того, чтобы во время свидания люди, насколько это возможно, ощущали себя как дома. Вот так раздвинуты. Ну, я извиняюсь, если близкий человек все правда приезжает, то можно их сдвинуть. Это может смотреть на тех, кто приходит на свидание. Тут есть кухня, где заключенные и гости могут что-то приготовить из продуктов, скупленных на воле. Впрочем, эта девушка принесла мужу его любимые шоколадные батончики. Хотел пожелать вам, ну, во-первых, с наступающим моим годом вашу семью, а во-вторых, быстрее мужу домой. Быстрее домой. Хорошие может быть условия, но дома намного лучше, правильно? Да. Отношения между тюремной администрацией и арестантами не всегда такие любезны. Увучного двора, ну, я ключи, конечно, не стал им отдавать. Ключи я, скажем, под спину положил сначала. Вот, они не могли меня вырвать ключи. Вот, они меня заточкой перерезали горло. Ну, кровь у меня пошла, конечно, они думали, что они, короче, меня убили. Почему вы не отдали ключи в конце концов? А почему я думал, мне ключи отдавать? Я же на суде нахожусь. Я не имел права отдавать ключи. Но они же, правда, могли вас убить? Ну, и что? А как же, представьте, вот представьте, сколько событий. Я отдал ключи бы добровольные. Ну, вы... Вопрос же о жизни, о вашем. Ну, и что? Я пришел, я знал, на что я иду, понимаете? На работу я пришел, когда я уже надел форму, все. Старая тюрьма находилась посреди города. Из некоторых камер даже видны улицы. Когда до свободы рукой подать, может возникнуть соблазн попытаться сбежать. Одна из самых громких попыток бегства произошла в начале 90-х. В крестах содержался известный бандит Сергей Мадуев. Его часто называют последним преступником СССР. Он был настоящим чудовищем. Грабил и убивал. Однако он сумел соблазнить следователя, и та передала ему револьвер. Попытка побега провалилась, но Мадуев, стреляя, попал в четырех охранников, а одного из них застрелил. На здании можно увидеть мемориальную доску в памяти погибшим сотрудникам. Эта история показывает, насколько опасные люди, способные на самые жестокие поступки, сидели за этими стенами. Сотрудников тюрьмы всегда меньше, чем заключенных. Проходя по коридору, мы видели охранника, конвоирующего троих мужчин, которые теоретически могли бы легко его одолеть. Но вместо того, чтобы давать охранникам огнестрельное оружие, что может быть небезопасно в случае попытки к побегу, тюрьму оснастили кнопками тревоги. Они на стенах через каждые 10 метров. Но от побега заключенных удерживает не столько оружие в руке охранника или даже решетки на окнах. Важнее всего понимание, что от содеянного не сбежишь. В тюремном храме, кстати, одном из редких мест, где нет камер наблюдения, арестанты могут осознать, что подлинная свобода возможна лишь после того, как искупишь свою вину, отбыв наказание. Или сравнивают тюрьму, не обязательно, конечно, вообще нахождение в тюрьме, как ад на земле. Все зависит, конечно, от самих заключенных, потому что ад, он внутри каждого, и ад, и рай. Бог борется с сатаной, а поле битвы – сердца людей. Мир – это мир страстей. Его не закручивают в себе. То есть он начинает лучше соображать и приходит в себя, и спать у него чище и лучше, и он осознанно уже кается и пытается исправиться. Этот заключенный был вежлив и приветлив. Когда мы сели поговорить за чашкой чая, было трудно даже предположить, за что он здесь оказался. У меня произошел конфликт с одним взрослым мужчиной, и, к сожалению, он привел к трагическим последствиям. Что случилось? Я не справился с своим гневом, и человек убил. Задушил. Жизнь, она делится теперь на до и после. И не потому, что я здесь, и там... Нет, что-то никто тут розгами не бьет за мой поступок, правильно? Я просто наставлен наедине с собой, наедине со своей ненавистью. Плюс я же загубил не одну жизнь, правильно? Я на суде вижу сына этого человека. Я смотрю ему в глаза и вижу, что он мой кровник. И уже на обратно ничего не исправлю. В другой камере мы встретили мужчину, который читал письмо от своей 10-летней дочери. Они давно не виделись. Ему было тяжело справиться со своими эмоциями, и его руки дрожали. Помните, о чем вы говорили, когда вы увидели, что вы ей сказали? Просил меня прощения. Просил его ждать. Сказал, что не убрались. А она? Как она пройдет? Я взял наручную кровь. Очень больно. Кажется, оба мужчины сожалеют о том, что сделали. Но у каждого впереди суд и, возможно, тюремный срок. Впрочем, страшнее всего для них не решетки, колючая проволока и даже не строгий тюремный режим. А время, которое им придется провести вдали от тех, кого они любят. В этом и кроется подлинное наказание. Мы обещали этим парням поставить в эфир все, что они хотели бы сказать своим родным, которые ждут их на свободе. Дорогая Дашенька Дружкова, я тебя очень сильно люблю. Скоро вернусь, надеюсь. Знаете, самый лучший совет, который мне дал отец, это включать голову. Вообще, по жизни самый лучший совет. Включайте все голову. Мама, прости меня, пожалуйста, что я у тебя такой нерадивый. Доченька, жена, я вас очень люблю. Я очень хочу вернуться. Дождите меня, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!